это кожаный альбом немецкий хороший это марки ссср тематический слой космос вот интересная марка вот это вот я нашел в одном из альбом посмотрел думал что-то похоже на марку то а пригляделся в лоб у оказывается там зубцы нарезаны ножницами треугольные короче кто-то вырезал из газеты а я не за настоящий принял но поставил рядом чтобы посмеяться так космос у меня чуть-чуть несколько марок там еще надо брать как раз самых дорогих я пока не тороплюсь попозже шестидесятых почему-то мода была и зубцовые без зубцовые делать так сказать почему они так делали не знаю вот так вот я без зубцовки с большими полями взял здесь тоже просто такие были практически все дублируются без зубцовку зубцовку без зубцовку зубцовку без зубцовку зубцовку а тут мне повезло я на рынке случайно купил блок со спецгашением я считаю что вот этот блок со спецгашением его замучаешь искать как раз та печать тех времен а сцепочка такая в детстве конечно у нас все отдельно там эти марки были а тут сцепка тут алюминиевая вот эта вот марка вообще еще одна бизнес отпечатки так она дорогущим ее пока нету вот это вот раньше продавали марки и делали такие вкладыши путь к звездам и несколько марочек там 32 копейки цена в 64 год я не знаю какие там марки были в этой в этой упаковке но вот саму эту штучку в альбоме где-то нашел решил ставить пусть будет вот еще сцепочку я когда покупал думаю что одинаковые это даете оказывается тут цифра к белым нарисованы да она на нижней тому же цветная 10 копеек вот тут белый тут это всего лишь небольшая разница уже вот приходится брать 6 марок недорогие совсем здесь тоже такая же интересная история с целковским когда мне дали 7 марки слушай друг ты где лишних дал то а он говорит ты посмотри посмотри внимательно говорит здесь вот солнышко нарисована обычная краска здесь флуоресцентный на видео не знаю будет это видно или нет а так в живую очень хорошо разницу заметно вот такие вот мелочи когда начинаешь коллекционировать во все эти мелочи углубляться потом на мир смотришь уже глазами коллекционера и подмечаешь очень много всяких мелочей которые обычные люди даже и не видят поэтому детям собирать марки это это залог того что они будут развиваться очень хорошо в умственном плане что родители мотайте на ус приучайте детей к таким вещам интернет таких вещей не дает таких мелочей там все уже запрограммировано на тупость в основном уже все решено за них а тут приходится самому искать выискивать какие-то закорючки там разновидности всякие отпечатки и когда углубляешься в этот вопрос уже потом становишься таким зубром разбираешься во всех тонкостях коллекционирование это очень хорошая штука так что вот так вот тут всякие блоки разные тоже вот две одинаковых но здесь флуоресцентная краска здесь обычно отличаются но на видео не знаю видно то не будет космос я бы сказал для начинающих тематический слой очень хороший тоже там супер дорогих марок нету вот если ленина собирать там да там есть такие дорогие марки что глаза на лоб порезают или сталина космос тут достаточно такие маркеты ну будет там какая-нибудь 1 2 там по 1000 по 2 рублей ну ладно как-нибудь остальные все такие более-менее недорогие потому что в основном то космос начался готов с шестидесятых там там уже марки все дешевле дешевле так сейчас собирать космос космоса пожалуй начинать лучше всего из животных тоже если марки ссср конечно собираешь но потом уже по ходу так сказать решать что дальше делать развивать дальше какие-то направления или довольствоваться тем что есть вот еще космические это уже 70 это марки моего детства они наверное у всех мальчишек были вот эти вот такие то время это марки марки ну просто ну тут все знали что это такое все собирали все это дело любили обменивались я помню как менялись марками такая азартная вещь найти какую-то нужную марку отдать то что тебе не нужно если так сделаешь повезло читать вот это с гагарин номерной блок когда я вам появился что-то рублей 8 за него поросили что ли или 5 не помню дорогой был сейчас сейчас он тоже что-то такое рублей 500 на надо за него просит и не дешевый за 200 так дальше поехали тут уже начинаются более красочные марки с американцами летали в полет совместный 75 год потом начали брать всяких наших друзей поляков чехословаков венгров в общем всех прокатили полет космос все покатались все наши социалистические друзья и германцев покатали и очень даже афганистан из-за афганистана летчик летал космонавт один так мы свои друзей любили помогали им развиваться теперь они как-то к нам холодно очень стали относиться как то вот так вот их дела пусть сами строят себе корабли летают у нас космос все еще действует вот так еще марочки с гагариным блок я просто еще не расставил там еще с надпечатка есть он сзади будет просто иногда на блоках печатки какие-то делают и вроде бы я раньше думал что просто на тех же блоках делают оказывается это все по-другому делалось блок вот этот вот напечатали да там тираж там 5 миллионов миллион скажем да а с надпечаткой это уже другой тираж все там уже таскать не на этих же блоках печатают уже другие блоки но уже с надпечаткой и там уже совершенно свой особый тираж считается как уже другая единица не разновидность а уже свой там у нее тираж как отдельная единица считает даже в каталоге у него свой номер тут тоже вот карт блок такая сцепка и еще вот сделали блок не знаю почему так сделали вот так им захотелось какие космические марки это все только советские еще иностранных куча если космос собирать так всех стран там будет много альбомов наверно альбомов можно 10 а то и 20 больших можно набрать красивые марки там выпускались всеми странами даже арабскими они не летали а марки выпускали в советском союзе марок с американскими космонавтами практически не было там только совместный полет остальное все только наши были что вот даже тут есть марка с надпечаткой космическая почта тоже у меня вот этот вот блок с надпечаткой здесь здесь на крайней странице у меня немножко импортных марок ну так я их ставил место было красивые вот гдр-овские какие-то тут кубинские польские монгольские а это вот с импортными космонавтами парагвай что ли да парагвай вот такой альбомчик из космоса загадочный космос СССР